Всем привет! С вами Денис Кожер. В этом видео рассмотрим постобработку данного изображения. И данная постобработка будет довольно простой. Ничего сложного здесь я не хотел придумывать. На задний фон я решил поставить просто белый цвет. И дальше непосредственно самим окнам добавить эффект glow. Если я правильную терминологию использую. Для быстрого выделения можно использовать альфа канал. Я так думал, но сейчас он чего-то не захотел напрямую использоваться. Поэтому будем выделять вручную. Так, select color range. Вот так вот. Готово. Теперь Именно на этом слое. Хотя он пустой. Да, вот на белом слое я это продублирую. То есть это вот так вот выглядит. Как раз под размеры окна. И дальше применяю фильтр, blur. И здесь gaussian blur с радиусом. Так. Вот, как вы видите, добавилось свечение в окнах. И можно вот этот слой включить, чтобы там как бы засвеченной экспозицией был задний фон. Дальше. Вот эта вот часть на окне мне не нравится. Это можно исправить. Следующим образом. Сейчас попробуем использовать маску. Так. Еще раз подгружу ее. Enter. Вот эта маска. И... Просто цветом она, кажется, не хотела выделяться. Хотя нет. Вот тут вроде бы... Все нормально. Вот она, данная маска. Можно опять-таки вернуться сюда. А можно просто сделать новый слой. И по выделенной области использовать градиент. А в цвета я буду использовать снизу вот этот вот светлый цвет. А повыше... Будет вот этот вот темный. Окей. И дальше где-нибудь вот отсюда вверх. Пускаю вот такой вот градиент. Так уже гораздо лучше смотрится, чем тот странный артефакт. И дальше можно чуть-чуть уменьшить opacity. И так уже гораздо лучше смотрится. Подобным же способом вот этот вот незамеченный участок я предлагаю решить. Включаем обратно маску. И здесь... Если я начну применять градиент, вот эти вот линии света, они сотрутся. Мне это не нужно. Поэтому я просто... Выделяю тот участок, на который хочу применить данный градиент. То есть создаю выделение. Дальше... Дальше... Используя вот эти цвета... Так... Этот цвет мне нужен вот такой. И вот этот такой. Отлично. Дальше это опять-таки градиент. И как вы видите, эта стенка уже более чистой смотрится. Дальше в эту малую часть я... Но вряд ли буду лезть. И здесь можно точно таким же образом... Вот эту часть поправить. Может не совсем аккуратно у меня вышло, но... Я думаю это не страшно. И здесь, сдалека, это не так сильно видно. Можно... Немножко уменьшить opacity. И сделать края не такими жесткими. Для этого добавлю маску. И с наполовину прозрачной мягкой кистью. Побольше размера. Я пройдусь по краям, чтобы более плавно смешать. Так... Здесь можно размер поменьше сделать. Теперь края не настолько сильно видны. И если посмотреть... Эти неровности тоже не так сильно бросаются в глаза. Хорошо. Дальше... Дальше... Из таких... Артефактов я... На первый взгляд ничего не вижу. Следующим этапом можно взять все изображение. Я нажимаю на видимом слое Ctrl-Shift-E. Чтобы скопировать его на новый слой, можно использовать вот эту карту C-Texture Map. Только опять-таки... Нужно ее правильно разместить. Это проще сделать, если... Я не ошибаюсь. Вот когда полностью так изображение, и два раза Enter. Теперь оно идеально над ним. Здесь... Переходим в Multiply. И значительно уменьшаем opacity, чтобы буквально чуть-чуть намеком данный эффект был на изображении. Дальше... Опять-таки нажимаю Ctrl-Shift-E. Сделаем еще немного объема через еще один дополнительный фильтр. Это будет... Sharpen. Smart Sharpen. И здесь радиус максимальный. Значение небольшое, 17%. Нажимаем ОК. И теперь можно посмотреть разницу до и после. Вы видите, добавили объема. Можно чуть-чуть уменьшить... Или не чуть-чуть уменьшить, опастить. И может до половины, чтобы объем был, но не настолько явный. Либо же в тех местах, как, например, вот эти лампы. Они слишком черные стали. Через маску можно убрать действие данного фильтра. Или хотя бы его чуть-чуть приглушить. Вот таким вот образом. В остальном мне нравится, как этот эффект сработал. Если есть какие-то пожелания, допустим, данный диван сделать чуть более желтым. Опять-таки я держу маску наверху, чтобы ее можно было удобно использовать. Дальше select, color range, выделяю данный диван. И уже на этом слое могу добавить новый редактирующий слой. Допустим, hue and saturation. И здесь уже либо насыщенность поярче сделалась. К примеру, вот так вот. Можно чуть-чуть светлее. И вот как выглядит до и после. То есть можно поискать самому, где тот цвет, который нужен, который был на референсе. Вот как выглядит диван до и после. Также можно выделить все вообще белые участки в сцене. Для этого опять-таки select, color range. Выбираем вот такой вот белый. Можно с небольшим значением fuzziness. Теперь ctrl G, чтобы скопировать на новый слой. И опять-таки filter, blur, gaussian blur. С небольшим значением. Размыть данные блики. Как вы видите, появляется вот такой вот небольшой ореол свечения. Что тоже в разных ситуациях может довольно приятно смотреться. Эти кресла можно немножко изменить по цвету. Для этого select color range. Вот этот плюс. Так не сработало. Ладно, выберем этот. На данном слое. Я его скопирую. Так. И выделю вот этот. Select color range. Только выделять надо на данном слое. Ой. Выделять надо на wire color. А потом переходить на нужный слой, с которого будем вырезать. И здесь ctrl G. Вот это теперь можно слить в один слой. Так. И к ним применить уже какие-то изменения. Допустим. Можно вот так вот взять выделение. И добавить опять-таки редактирующий слой. Пускай это будет кривые. Кривые. И здесь можно допустим синий. Убирая добавлять какой-то цвет. Ну в данном случае добавляется зеленый. не совсем то, что я бы хотел. Поэтому вернемся просто к общему редактированию. И можно их наверное сделать. Чуть-чуть отредактировать. Так. Хорошо. И еще опять-таки сюда же к этому выделению добавим, например, фотофильтр. Цвет. Так. Мы видим, что цвет немножко меняется. Можно попробовать повысить еще density. Хотя они слишком оранжевым становятся. Хотя в оригинале они тоже довольно насыщенно оранжевого цвета. Ну так. Так скорее всего я оставлю. Хорошо. Дальше я создаю опять Ctrl-Shift-E, чтобы создать новый слой. цвет. Можно добавить резкости. Шарпен и шарп маск. Радиус 1 пиксель. Окей. Как вы видите, оно стало более резким. цветом. Дальше добавляем небольшой цветовой баланс. Color balance. И в тенях сделаю теплым. Чуть больше теплых оттенков добавлю. А в холодных, точнее в свет, я добавлю чуть-чуть больше холода. Так. И средний тон чуть-чуть тоже холоднее. И вот что получается. Дальше можно добавить еще контраста через кривые. вот такую вот S-образную форму. И чуть-чуть уменьшу opacity, чтобы не настолько сильно действовал редактирующий слой. вот что у нас уже получается. Довольно неплохой результат, если сгруппировать все, что было до этого. И вот что было, что стало. Это хорошо. Можно еще добавить фильтр. Lens correction. Здесь можно легкие цветовые аберрации добавить. Допустим, magenta будет. И винетирование. Довольно быстрый способ. Но мне не нравится, что он много сверху забирает, поэтому я сделаю вручную. Для этого просто создаю новый слой. Горячая клавиша D сбрасывает эти цвета к стандартным. И кистью с большим размером и мягкой, с небольшим параметром opacity. Опасити. Вот как вы видите, здесь это так себе смотрится, а здесь было довольно неплохо. можно вот таким вот образом добавить по краям винетирования. И opacity я уменьшу. Вот как без и сэм. Но опять таки делайте на свой вкус. Можно было в более теплой тона увести картинку. Здесь же получилось в более холодных. Опять таки каждый делает на свой вкус и цвет. Я надеюсь, что кто-то подчеркнет для себя какие-то новые идеи, фишки. И увидимся в следующих видео. Если вам понравилось, то пишите комментарии, ставьте лайки. Вы можете делать свои предложения по поводу темы для видео уроков. Для этого переходите в группу вконтакте. И там в соответствующей теме оставляйте свои предложения. А также там куча всяких полезных ништяков и информации. До встречи в следующих видео. Пока-пока.